Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я довольно много анимировал И сейчас стараюсь иногда где-то что-то, пока никто не видит Подергать за контролы чужую работу, попортить ее Но несмотря на то, что я с высоким самомнением о себе думаю Что я классный, красивый и вообще замечательный аниматор Я рисую ужасно Есть среди вас аниматоры, которые не рисуют, которые просто не умеют рисовать? Вот, да, братья, ура, я не один такой Для меня всегда была большая-большая проблема Я дико завидовал людям, которые могут взять вот там листочек бумажки И быстро набросать там нейлы, которые выглядят красиво В которых уже сразу читается силуэт, в котором можно понять эмоцию Как-то все это быстро набросать и что-то такое красивое сделать Я всегда ненавидел этих людей, до сих пор я очень не люблю таких людей Вот я им завидую страстной черной завистью Но я придумал способ, как мне вывернуться из этой ситуации Потому что как бы люди особо старой школы Союзмультфильм, пилот, вот люди, которые там пришли из классической анимации В 3D анимацию, они всегда все хорошо рисуют И очень много людей, вот моих хороших-хороших знакомых, коллег Людей, которые работают где-то в других студиях, занимаются анимацией Они талантливые аниматоры, но они говорят, что референции это зло Ни в коем случае я не буду пользоваться референциями Это бесовская ерунда И, короче, вот крест на вашей референции Вот я буду рисовать руками, я художник, я все представлю Я думаю, многие вот так вот думают Даже те, которые здесь сидят, пришли похихикать нам видеореференциями Вот, но вчера вот в этом зале выступали замечательные люди Марат, выступал Саша Дорогов И они оба, как ни странно, говорили о видеореференциях тоже в течение своих выступлений Причем Марат довольно много говорил о видеореференциях Вот за что ему большое спасибо, мне теперь надо придумывать, как время занимать Потому что он много чего интересного сказал с того, что я бы мог сказать И показаться более умным, чем я на самом деле Саша тоже много говорил про видеореференции Ну, как бы они в разном ключе Марат использует видеореференции Саша категорически против использования видеореференции Вот, у меня, я все-таки ближе к Марату При этом я поддерживаю Сашу Все такое посрединке Вот, я сейчас буду и ругать видеореференции И хвалить видеореференции И попытаюсь просто показать, в чем сила видеореференцев использования И в чем их вред И как минимизировать вред и извлечь максимум пользы Вот, я угадал В чем проблема видеореференцев с точки зрения сил света Саша Дорогова В том, что Саша Дорогов говорит, что видеореференции это то Из-за чего анимация смотрится недостоверной Она смотрится неживой И она выглядит плохо Потому что, если используешь видеореференс То ты занимаешься просто ротоскопом Ты копируешь позу Вот, как вот сняли Копируешь силуэт И не привносишь ничего своего То есть, ты не художник Ты просто жалкий технарь Который взял и скопировал что-то Большое зерно истины в том, что говорит Саша Есть Потому что анимация Это все-таки утрирование Это все-таки переосмысление какого-то явления Это взгляд со стороны на какое-то событие в реальном мире И всегда анимация, всегда утрируется Потому что если Почему люди не любят макап? Я не имею в виду художников Которые вынуждены заниматься Каким-то образом трогать вот эти страшные вещи Которые там намакапили А вообще, как бы, в принципе Есть фильмы анимационные Которые полностью созданы С использованием технологии макап Это Земекис Он много делал всяких фильмов Дом монстр Сейчас даже не вспомню Замечательные всякие анимационные ленты Даже Тинь-Тин Который был сделан практически полностью С использованием технологии motion capture Там персонажи Что-то в них не то Согласитесь, да? Они классно двигаются Все такие плавненькие Где-то там подергиваются Но при этом они какие-то не живые И они выглядят как куклы И они выглядят как куклы Именно потому, что Использованная технология motion capture То есть, грубо говоря Снятые с актера движения И все какие-то нюансы Были перенесены на Так или иначе стилизованного персонажа И получается некий Когнитивный диссонанс Когда ты видишь, что Какой-то явно мультяшный персонаж Вот, к примеру, в случае с Тинь-Тином Там нет фотореализма такого В прямом смысле слова Там замечательные текстуры Там шейдинг свет Но при этом персонажи Они все как бы стилизованы Они все утрированы То есть, они в стилистике комиксов Старых про Тинь-Кина Но движутся они абсолютно как люди Плюс еще есть очень большой Скажем так Такой тонкий нюанс При этом он большой То есть, толстый намек Тонкий намек на толстые обстоятельства Когда используется макап И он накидывается на какого-то персонажа То он выглядит не очень хорошо По одной простой причине Вот представьте, что я У меня есть пиджак Мой замечательный пиджак Который мне как раз Вот я в нем ходил Он замечательно сшит Он красивый Там на нем ниточки даже не торчат Вот дырочка уже зашитая Там она там лойбаком прикрыта И вот я даю свой пиджак Какой-нибудь маленькой щупалой девушке Красивый, замечательный пиджак Который я отдал девушке И говорю Носи Она его одевает И все начинают ржать Потому что он ей по колено Потому что плечи у нее Где-то в районе локтей Вот И она просто теряется в этом пиджаке Или наоборот С девушкой мне дали Какую-нибудь маечку В обтяжечку красивую Я ее на себя надел И обтянул Интересные места И тоже все начинают ржать Потому что мне мало Вот в случае с макапом Происходит абсолютно та же история Когда актер Который имеет определенную анатомию Определенные пропорции Своего замечательного Натренированного тела На которого нацепили датчики Которые привносят Некую еще Элемент хаоса Элемент какой-то творческий Потому что Датчики, которые Считывают движения актера Они расположены не там Где на самом деле Суставы располагаются Они где-то с поверх налеплены И они тоже Привносят некую Некую измененность Они Какой-то коэффициент вреда Вносят в то Как анимируется персонаж И после этого Мы накидываем Вот эту красивую анимацию Которую еще пропустили Через кучу фильтров Почистили там шум Убрали какие-то глюки Сломанные колени Мы они выправили Накинули на персонажа Он гоблины Который движется Вроде как человек А на самом деле Он не как человек Потому что Костюмчик-то чужой был Вот Таких проблем Можно избежать Когда взять Макап И каким-то образом Его Переработать Это фактически Надо сделать Заново анимацию Поверху уже Какой-то готовый Что-то использовать Что-то выкинуть Что-то полностью переделать Что-то как-то так В случае С использованием Видеореференсов Абсолютно та же самая история Когда Не знаю Аниматор Там записывает Сам себя На видео Или он Кусок фильма Какой-то выдрал Там где Интересная Какая-то была Разыграна сценка И он его использует Как референс Именно так Как понимает Референс Саша Дорогов То есть он Взял его Поставил себе На бэкграунд И начал Поверх этого Видео Выставлять Ломать персонажа Чтобы он Двигался Точно так же Получается Полнейший Ад И вред Который Вроде бы Ничего Но он без души И он Абсолютно Чувствуется Какой-то диссонанс И люди Которые смотрят На это Они не могут Понять Почему им Это не нравится Они видят Что костюмчик Не тот С другого плеча Но они не могут Это выразить словами Потому что вроде как Все плавно Вроде как бы Красиво Там что-то такое Но что-то не то происходит Вот Я тут собрал Высказывания Которые я сам Замечательно Слышал Мне очень нравились Эти все высказывания Вот Ротоскопия Это ругательство Согласитесь Это какое-то Что-то там Не знаю Колоноскопия Термин Проктологов Ротоскопия В принципе Да Я считаю Что рото К анимации Оно Не относится Мы же делаем Анимации У нас же Мультфильм Большими буквами Включаем Каплок Да Зачем нам Использовать Видео Каких-то Непонятных Людишек Для того Чтобы анимировать Какого-нибудь Гоблина Мы же Аниматоры Мы художники Мы сами Все придумаем У нас есть Мозг У нас есть Замечательное Воображение И мы Все видим Я не актер Когда я пытался Заставить Аниматоров Моих коллег С которыми я работал На проектах Пользоваться Видеореференциями Когда они подходят И говорят Я не могу представить Как у него рука идет Я говорю Сними референс Сними референс И все поймешь А человек говорит Я же не актер Я же сделаю плохо Зачем это? Я стесняюсь Такое тоже бывает Но если использовать Видеореференции Как некое Такое Приложение Некое пособие Для того Чтобы просто посмотреть Как и сделать По-своему То это Решает огромное количество Проблем В том числе Проблем Связанных с производством Когда есть дедлайн Когда в четверг вечером Говорят Что пятницу утром Надо сделать Три шота А времени Сесть Вот так Как Марат Рассказывал Что он неделю Планировал свой шот Он придумывал Рисовал Ничего не делал А потом За неделю Сделал свой шот Такое тоже часто бывает Когда Сложная задача Творческая Которую надо Обсосать Растворить Потом Слить Стакан Обратно выпить И что-то новое сделать Это тоже Должен быть Обязательно Период Для планирования Для придумывания Игры Вот Референция В этом случае Очень помогает И Не знаю Я конечно не художник Я понимаю Что многие могут Рисовать Рисовать Очень быстро Но все равно Мне кажется Что наснимать Кучу видео И потом его Отсмотреть И отобрать Какие-то интересные Вещи Вещи Которые потом Использовать В последующей работе Можно намного Быстрее Вот Анатомия Закона физики О чем Я имею ввиду К примеру У нас есть Некий Анимационный проект В котором Сильно Утрированная Анимация Сильно Стилизованные Персонажи И зачем Нам там Нужна Ваша Гадкая Анатомия Зачем Нам нужны Все ваши Законы Физики Вся эта Ерунда Она не нужна Потому что У нас мультфильм У нас все Утрированное Мы все Придумываем Вот я Вчера На другом Мастер-классе По Блади Меканикс Говорил уже Что для того Чтобы правильно Нарушить какой-то закон То есть Утрировать что-то Надо Четко себе Представлять Что ты Утрируешь И каким образом Это дело Для того чтобы Усилить эффект А не сломать Этот эффект Утрировать Можно Разные вещи И можно Это делать По-разному В случае С мультяшной Анимацией Когда у нас Персонажи Сильно Утрированы И по силуэту И по движению По таймингу Для того чтобы Эффект Был усиление Какого-то действия Надо правильно Себе четко Представлять Что именно Имеет смысл Усилять А что именно Имеет смысл Оставить Как есть И чтобы был Контраст И чтобы не было Чувства отторжения Можно Сломать локоть У персонажа По силуэту Да Часто это делается В рисованной анимации Очень часто Какие-то Анатомические вещи Скажем так Ломаются Но при этом Это все делается В нужный момент В каком-то В какую-то Большую арку Когда мы делаем Или когда Какой-то Какой-то Тейк Какой-то С большим импульсом Делается Там для усиления Это все работает Именно на На идею На движение Это не просто так Вот я вот Взял и сломал Прокопировать Покадровое Наше видео Про ротоскопию Я уже сказал Амебы Ожившая плазма Это тоже Как бы Отдельный пласт Анимации Технической анимации Или какие-то Совсем Непонятные Кусок Слизи С глазами Но при этом Вот тот же самый Кусок слизи С глазами Который вообще Не похож на человека У которого Нет рук Глаза На этих На усиках Все равно Его смотрят Живые люди Этот кусок Плазмы Слизи Будет смотреть Не слизи Это будет смотреть Живой человек У которого Есть свое представление Которое основано На прожитых годах На том Что он окружен Не слизью А людьми Которые каким-то образом Выражают свои эмоции Что-то показывают Делают какие-то жесты И все это Проецируется На любого персонажа Если это Персонаж Если это Не стол Если Это именно Персонаж Который должен Что-то переживать Испытывать Какие-то эмоции Должен совершать Какие-то действия Это любой персонаж Он испытывает эмоции Он совершает действия Он принимает решения Он каким-то образом Вызывает эмоции У зрителя Кусок слизи Кому к слизи Эмоций не вызовет Никаких Кроме Вот такой Если у этого Куска слизи Есть глаза Которые смотрят В разные стороны Это будет Как бы одна эмоция Если мы хотим Чтобы этот кусок слизи Сыграл Вот я не знаю Вы все смотрели На отель Трансильвайни Первый, второй Там замечательная слизь У которой там Ручки какие-то Непонятно откуда Торчат Которая там В себя что-то Втягивает Калышется Но при этом Посмотрите внимательно Как движется Этот персонаж Что происходит С его силуэтом Насколько он Проработан Именно с точки зрения Персонажа То есть вот эта слизь Она все равно Играет У нее все равно Есть глаза Считывается Мгновенно эмоция Этого персонажа Что он переживает Что он собирается Сделать Ручки Все силуэты Это все работает И я больше чем уверен Что даже Вот при работе Над таким Сильно Утрированным Сильно Стилизованным Проектом Продуктом Как Отель Трансильвайния Очень много Использовалось Видеореференсов Причем они использовались Не для того Чтобы взять И скопировать Это движение Там персонаж идет А для того Чтобы подсмотреть Какие-то мелочи Какие-то нюансы Какие-то жесты Какие-то эмоции Какие-то микродвижения Разыграть сцену Попробовать так Попробовать так Попробовать сяк Потому что В случае с кино Допустим Когда у нас есть режиссер Который Долго и упорно На площадке Работает с актерами Говорит Давай вот с левой ноги Пойди А давай с правой ноги Пойди А вот здесь упади А нет Вот здесь упади А давай Ты не будешь падать А вот он упадет Вот Все это Театр Кино Это все Да Это вот репетиции Это творческий поиск Который на площадке идет В случае с анимацией Творческий поиск По идее Должен закончиться На стадии раскадровки Потому что Потом уже идет Производство И переделать Шот На который аниматор Убил Неделю Две Месяц Своей Счастливой жизни Просто потому что Давай он С левой ноги пойдет Вот И при этом оказывается Что для того Чтобы с левой ноги Пойти Надо переделать Пол шота Потому что там Завязано все на тайминг Там завязано все На констрейны И очень печально Все еще один месяц А потом Слушай Давай он вообще Не будет С левой ноги идти А он будет Просто стоять И тогда Кто-то хочет Кого-то убить А кто-то Ругается Потому что Зачем ты хочешь Меня убить Это я тебя хочу Убить Потому что Нам на прошлой неделе Надо было все сдать А ты еще не начал Такое тоже часто бывает Творческий поиск Вот В случае с анимацией Вот Даже если у вас Есть Очень плотный Такой Пакет информации О том Что именно Как именно делать Там И с режиссером Вы поговорили Режиссер вам Душу Прямо со слезами Излил Что он хочет Видеть от этого Куба С глазами Что вот У него Трагедия У него Умер шарик Вот поэтому Ему грустный Треугольник То есть Все это рассказали Старибордист Нарисовал Очень подробную Раскадровку Там Чуть ли не Со всеми фазами Все равно Когда вы приступаете К работе над шотом Вы садитесь И продумываете Придумываете Что вы будете В конечном итоге Анимировать Потому что вы тоже художники И у вас тоже есть Свое мнение И режиссер вообще Ничего не понимает В анимации А вот вы понимаете Но вам надо сделать Так как хочет режиссер И при этом Постараться Переделать Свою анимацию Меньше Чем там Пять-шесть раз По какой-то причине Программа минимум Обычно 2-3 ретейка На анимацию идет Потому что Делал-делал Оказалось Что шот Короче чем казалось И поэтому Там 10 шагов Не уместились Потому что Там была пауза Которая очень нужна Хотелось бы ее оставить А вот оставшиеся 10 кадров Мы пробегаем 20 метров То есть Такие вещи Какие-то есть Это от недостатка Планирование Потому что Если бы Были там Нейлы Если бы Те же самые Видеореференции Были собраны Отсняты Для того Чтобы понять Как именно Движется персонаж С какой скоростью С каким таймингом Эти вещи Были бы Замеченные Отмеченные Там Подбежали бы К режиссеру Там Упали ему в ноги Сказали Мы не можем За 10 секунд Пробежать 2 километра Вот Ричер Скажет У меня На стариборде Все замечательно Смотрится А мы не можем Пробежать 10 километров За 10 секунд Потому что Вот здесь Одно место Здесь другое Придумали бы Ракету Или сказали Ну давайте Мы сделаем Не 10 секунд Шот А 3 минуты Пускай он бежит Увеличим хронометраж То есть Это вот все вопросы Которые Часто Всплывают После того Как аниматор Я сделал шот А после этого Говорят Не сделал Ты шот Вот Такие вещи Возникают И они часто Возникают Но Можно стараться Их избежать Как раз Видеореференции Использование Использование этих Видеореференцев И умное Использование Видеореференцев Это один из Способов Каким-то образом Решить Вот эти проблемы Которые наверняка Будут потом Я видел Поднятые руки На двух Больших полнометражных Проектах На которых Я работал Супервайзером Анимации Это Мультфильм Савва Замечательный И мультфильм Крякнутые Каникулы Который еще не вышел Но скоро выходит Все актеры Которых записывали В студии Именно актеры Озвучания Они все Записывались На видео Причем записывались На видео Как минимум С трех камер Для того Чтобы был общий план Чтобы было видно Все тело Крупное лицо И еще дополнительный Ракурс Для того чтобы Понять Что происходит С другой стороны Чаще всего Такие видео Используются Не столько Для видеореференса По актерской игре Потому что Все таки актер Или стоит За пипитром Перед микрофоном Или сидит Но Все равно Актер играет Нет актеров Которые сидят Вот так вот Да я тебя люблю Я тебя убью Сейчас Ах ты сволочь С мертвым лицом Никто не играет Вот сколько я не Отсматривал Этих видео Все актеры Вживаются в роль Не важно Утку ты Обезьяну Озвучиваешь Все Чуть ли не Чешут подмышки Себе Машут крыльями Это на самом деле Во первых Это очень прикольно Отсматриваешься Это как актеры Отыгрывают себя Во вторых Вот такое видео Это великолепное пособие По правильному Лепсинку Особенно если проект Ориентирован на запад Когда они говорят На каком-то заморском Непонятном языке Тхэйбл Когда Если нет такого Видео То аниматор Особенно если он не знает языка И принципов звукообразования Потому что там очень много нюансов К примеру в английском языке Которые неявные И если ты не говоришь хорошо На этом языке То ты просто сделаешь неверно Некорректно Так же как японцы не могут Р произнести У них нет такого звука В их буквенном запасе Они не знают Как он рождается Как работает язык В английском языке Те Там звуки есть Какие-то там С закусыванием языка С закусыванием губы Их немного Как бы эти звуки Но они есть И если человек делает Просто на слух Лепсинк Когда Послушал Тхэсэст хэйбл Вот я вот слышу Тхэсэст хэйбл Я его и сделаю Потому что я русский человек Там никакого Те не будет Мне никакого Все Я сделаю Тхэсэст хэйбл А потом какой-то Англичанин посмотрит Это и скажет Чего это было То есть Вроде звук Что-то там одно Говорится А вот губы Как-то по-другому Говорятся То есть Вот микронюансы Такие Они Играют очень важную роль В восприятии персонажа В чем разница Между дубляжом И Озвучанием Вот когда Приходит Американский проект Вот сюда У нас Для проката В кино Его Соответственно Озвучивают Его дублируют То есть Озвучание Есть дубляж Дубляж Это когда Сидит умный человек Который замечательно Знает язык Он переводит Все реплики персонажей После этого Он придумывает Новые реплики персонажей Которые Попадают в липсинг Потому что Русский и английский язык Они немного разные Разные слова Образования Разное построение фраз Разные акценты Внутри предложения Внутри фразы А персонажи Актеры Они всегда играют Звук неровный Всегда идут какие-то акценты На определенные моменты Они как фонетические Так и какие-то игровые И соответственно Если просто в лоб перевести текст Как у нас Допустим Идет voiceover Когда поверх звука Накладывается Речь На другом языке Или когда идет Не дубляж А просто перевод Некачественный Получается диссонанс Потому что персонажи Вроде бы рты открывают И вроде бы Голос наложен Какой-то другой Который Почему-то кажется Что это разные вещи Они несовместимые Именно потому что Не очень правильно Переработан текст Он просто в тупую Переведен И наложен Прочитан Это дубляж Это не просто перевод Это вот есть фраза Я тебя сегодня Свожу в кино Да вот Я тебя сегодня Свожу в кино Если сказать Эту фразу по-английски Она будет Во-первых Короче Во-вторых Там будут акценты В других местах Этой фразы И если Я тебя сегодня Свожу в кино А когда наложить Допустим Английскую фразу На это же Соня скажи Как в английский Я тебя свожу в кино Я тебя тогда в кино Свожу Вот Видите Все слышали Да Там акцент В другом месте И соответственно Жест этот будет В другом месте Вернее Акцент Фонетический Будет в другом месте Не там Где у нас жест И если просто перевести Этот текст И сказать актеру Зачитай Вот он его зачитает И зритель Когда будет смотреть Нему покажет Что-то тут не то Кто это сказал Когда не совпадают Акценты визуальные И звуковые Случается В мозгу Некий сдвиг И ты понимаешь Что это говорит Кто-то там Из-за кадра Это вовсе не персонаж Говорит Который вот На переднем плане Что-то меня унесло В звук Вот Я потерял нить Поэтому я продолжу Про видеореференции А все Я поймал нить Все Я продолжу наматывать Поэтому да Вот запись актеров Это играет Очень большую роль Вот именно При создании Анимации Актеры очень Очень тонко играют Потому что все-таки Это актеры Все Их учили Как-то отыгрывать Все Поэтому можно Очень много Каких-то тонких вещей Подсмотреть Просто вот Даже не используя Свои собственные Нетленки Которые перед зеркалом Покривлялся Или побегал У тебя поснимали На телефончик А взять уже Что-то готовое Из того Что там же всегда При записи Актеров Звучание Всегда сидит режиссер Он всегда Дает какие-то комментарии Он всегда говорит Нет, давай еще раз Дубль сделаем Потому что Я не верю Вот здесь Ты как-то Не очень хорошо Сыграл голосом Актер все равно играет Не только голосом Там очень много Тонких каких-то вещей Можно подсмотреть Вот в этих Видео Актеров Озвучание Потому что Очень часто Персонажи Похожи На актеров Их озвучивающих И не только потому что Так Вот давайте мы Позовем Арнольда Шварценеггера И сделаем персонажа Который будет в ноль Как Арнольд Шварценеггер Нифига Взяли какого-то Неизвестного актера С Бродве Или там Не знаю Из нашего Из Тюза Из какого-нибудь Деда Мороза Который озвучивает Белку какую-то Но при этом Актер Когда он озвучивает Эту белку Он ее Отыгрывает И наверняка Там будут какие-то Микро Хитрые Интересные штучки Там как-то Щека подергиваются Интересно Там бровь Как-то изогнулась У актера То есть Вот этот набор Вот таких вот штук Которые Чаще всего Аниматоры Подтыривают И внедряют Своего персонажа Очень часто Бывает Когда Подсмотренный Какой-то там Микрожест Кто-то В носу Ковыряется Все время Вот Я утрирую Или там Не знаю Замочка уха Себя В какие-то моменты В определенные Теребиты Или что-то еще Вот этот жест Его Подхватывают Утрируют И Вставляют В персонажа Потому что Вся вот эта Микро Какие-то вещи Которые Считываются Не обязательно Ух ты Он показал Средний палец А какие-то Микронюансы Которые просто Именно нюансы Они все равно Считываются На подкорочку И работают На самого персонажа Вот Почему нужны Видеореференции Вот именно Вот тут Нужны Производство Это Конвейер Это вот Когда-то Печать Ставишь на бумажку Вот так вот Весь день Шот 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 Пятница Шот 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 Это в идеале Когда Вот сказали Продюсер Менеджеры Режиссеры Так Нам надо 10 секунд В месяц Анимацию От персонажа Получать От аниматора Получать Окей Будем получать 10 секунд Анимацию От аниматора А Как бы Этот процесс Творческий Я не знаю За сколько Я нарисую Шар Может быть Я его сделаю За секунду Может быть За две Может быть Мне неделю Придется Придумывать Форму Шар Мы же Все творческие Личности Тем более Аниматоры Это вообще Такая Отдельная Каста В Эф В кино Каком-то Анимационном Производстве Потому что Кто такие Аниматоры Это Бывшие Будущие Или Несостоявшиеся Художники Люди Творческие Воздушные С очень Тонкой Организации Внутреннего Мира Немного Истеричные Или Сильно Истеричные По-разному Или ушедшие В себя Которые Никого Не видят Я художник Я художник Я никого Не вижу Вокруг В себя Схлопнулся Окружают Люди Которые Бывшие Архитекторы Программисты Какие-то Инженеры Люди У которых Абсолютно Другой Склад Ума И Другое Видение Мира Это Люди У которых Все По 90 градусов Все Расставлено Очень Аккуратные Которые Ненавидят Хаос И Приходится Внутри Этого Хаоса Жить А Порядок Это Когда Сказали 10 секунд Анимации В день Кирпичики Вот Клади 10 кирпичей В неделю Разный Подход И Вот Эти все Видеореференции Планирование Нейлы Рисование Подумать Перед тем Как начинать Анимировать Оно Все На самом деле Очень Сильно Экономит Время Просто Потому Что Лучше Пять минут Полчаса Потерять Затем За пять Минут Долететь В мультфильме Все Очень Правильно Сказали И Когда Используются Видеореференции Или Если Классный Художник Это Нейлы Когда Ты рисуешь Перелисташки Флипбук Какой-нибудь Где ты Смотришь У себя Как У тебя Изменяется Персонаж Характер Персонажа Ловишь Какие-то Акценты Пики И так Далее Это Все Очень Помогает В работе Так Планирование Планирование Шота Всегда Когда Вам Дают В работу Шот А чаще Всего Вам Некую Секвенцию Редко Бывает Когда Говорят Вот Тебе Есть Трехсекундный Кусочек Бери Делать Тебе Дают Обычно Секвенцию Из Пяти Шести Шотов В Которые Происходит Некое Событие Потому С точки Производство Проще Один Человек Занимается Событием Связанным Между Собой С одним И тем Же Персонажем С одним И тем Же Действием В одном И том Жем месте Монтажа И Как будто Проще Человеку Который Сделает Это Событие Потому Что Ему Меньше Надо Въезжать Что Было До Что Было После Стыковать Эти Шоты Между Собой По Движению И так Далее Вот Сыпали На вас Этот Набор Шотов Секвенцию Во Первых Вам Дают Кусок Сценария Или Не Дают Или Говорят Вот Здесь Он Стоит Здесь Он Бежит Дают Стариборд Который Какой-то Художник Отрисовал Под Чутким Руководством Аниматора Режиссера Тудликов Нарисовал Огурцовых Человечков Вот Вот Картинка Вот Глаза Вот Картинка Вот Ноги А дальше Уже Придумываю Сам Вам Как Аниматору Надо Заново Придумать Продумать Этот Шот Надо Собрать Информацию Потому Что Особенно Если Впервые Дается Какой-то Новый Персонаж Или Вы Пришли На Проект Еще Не Зная О том Как Должен Вести Себя Персонаж Надо Или Вытребовать Или Выдрать Или Украсть Информацию О том Что Эти Персонажи Из себя Представляют С точки Зрения Персонажа Потому Что Каждый Персонаж Имеет Свой Характер Предысторию И так Далее Этот Характер Влияет Не Только На Внешний Вид Внешний Вид На Характер Влияет Но И Манера Движения Наверняка Кто-то Делал Анимацию По Этому Персонажу До Вас Там Был Некий Уже Образ Построен Образ Движения Этого Персонажа Поэтому Собирается Много По Максимуму Информация О Персонаже Отсматривается Старибор Или Начинаешь Бегать К режиссеру И Говорить А вот Он Чешет Левой Рыкой Свою Правую Ноздрю Или Это Запрещено А вот Он Может Споткнуться И Упасть Или У нас Детский Мультфильм Без Крови Поэтому Голову Разбивать Не будем Такие Вещи Тоже Надо Выяснять Поиск Готовых Видеореференсов Это Очень Такая Полезная Штука Есть Google Есть YouTube Есть Vimeo Есть Какие-то Фильмы Когда Ты Начинаешь Представлять Что В твоем Шоте Должно Произойти Какие-то Вещи Когда У тебя Начинает Вырисовываться Картина Происходящего В какой Момент Что-то Должно Произойти В какой Как Идет Жестикуляция Начинается Поиск Готовых Видеореференсов Кусочки На Vimeo Кусочки На YouTube Какой-то Кусок Фильма Можно Отлов Отлов В Вечей Он Должен В принципе Не должен А он Идет Не потому Что Я Возьму Сцену Из Матрицы И В ноль Ее Скопирую Нет Там Есть Какой-нибудь Агент Смит У которого Очень Хитрая Усмешка Так Как Кролику Сделать Такую Усмешку В тот Момент Когда Ему Угрожает Волк Будет Наверное Прикольно Вот Берешь Пересматриваешь Матрицу Отлавливаешь Эти Куски Где Агент Смит Каким-то Образом Взаимодействует С Нео И Видишь Что Да А ведь Прикольно Если Такую Усмешечку Сделать А Как Она Образуется На Лице Это Тоже Как Целая История О том Как Именно Появляется Эта Усмешка Как Работает Лицо В этот Момент Работают Лище Китом Двигаются Ли него Брови Это Все Все Построено На Нюансах И Вот Эти Все Вещи Можно Стырить Вот В прямом Смысле Стырить Причем Вот Если Тырить Это Так Как Не Любит Саша Дорогов Да Когда Просто Взял Я Тротоскопил Может Даже Тайминг Отловить Вот Это Вот Моменты Сначала Бровь Пошла Вверх Там Потом Дернулась Щека Потом Уголок Рта Зашевелился То Это Может Сработать Намного Более Интересным Образом И Пройдя Через Вас Выйдя Наружу И Выплеснувшись На персонажа Это Может Сработать Запись Авторских Нетленок Это Такая Штука Я Очень Люблю Это Дело Наверняка У всех Аниматоров Есть Зеркало Обезьянки Любим Покривляться Так Когда Никто Не Видит Посмотреть Как Щека Дергается Что Есть Волосы На Ушах Это Все Очень Интересно С Зеркалом Есть Одна Маленькая Штука Люди Которые В художке Поучились Когда На Наброски Ходят Когда Голая Женщина Или Голый Мужчина В Интересной Позе Застыв Два Часа Мерзнет На Табурете А Вы Сидите Так Фейсбук Листаете Это Такая Фишка Человек Натурщик Натурщица Он Сохраняет Неподвижность Он Держит Позу Он Держит Силуэт А Вы Слева Посмотрел Справа Посмотрел Побрился Значит Все Хорошо Но При этом Он Держит Позу В случае Когда Вы С Анимацией Пытаетесь Что-то Сделать В голове Проиграть Какое-то Действие Какое-то Событие И Говорить Нафиг Мне Ваши Референции Я Художник Это На самом Деле Очень Сложно Представить Себе Как Персонаж Двигается В пространстве Где-то У себя В черной Черепушечке От уха До уха Эхо Ходит Если Отловить Кусок Видео Какого-то Чужого Из фильма Не знаю Снял Из-под коленки В метро Человек Равновесие Теряет Это Какой-то Вариант Но Это Все-таки Более-менее Случайная Такая штука Повезло Снял С нужного Ракурса Вот Как раз Пролетала Комета Зашибись Не всегда Такое Получается Авторская Нетленка Это Такая Хитрая Штука Которая Позволяет Сыграть Персонажа И Не важно Плохой Ты актер Хороший Ты актер Толстый Ты тонкий Даже Если Я Такой Массивный Я Щуплю Девочку Буду Себе Анимировать Я Пытаться Понять Эту Девочку Пытаться Влезть В ее Юбочку Ментально Конечно Буду Думать Что Там С этой Девочкой Может Происходить Как Она Двигается Станет Она На Носочке Коленочки У нее Сдвинутся Иксиком Или Не Сдвинутся Я Буду Пытаться Представить Этого Персонажа Я Буду Пытаться Двигаться Как Этот Персонаж Я Пересмотрю Мультик Про Пони Еще Диснеевских Феечек Потому что Там Все Это Есть И Все Рано Я Пытаюсь На Себе Повторить Зачем Мне Это Надо Потому что Есть Такая Штука Бадди Меканик Я Про Нее Вчера Говорил Долго И Нудно Кто То Не Был Не Важно Вот Это Наука О Нюансах В Моем Понимании Понимание Того Знания Того Как Действует Как Живет Тело Человека Что Зачем Двигается Что Является Движущей Силой Что Является Ведом Что Ведущим Как Разрождается Движение В теле Это Все Такая Штука Которую На самом деле Не очень Легко Представить Как Именно Двигается Таз Когда Ты Поднимаешь Руку На самом Деле Он Двигается У нас Вся Система Взаимосвязана Все Наше Тело Это Все Система Маятников И Любое Движение Кисти Все равно Каким-то Образом Отдается На Ниже Сидящие Части Тела На Которых Мы Сидим Мы Теряем Мы Сохраняем Баланс Мы Каким-то Образом Перемещаемся Если Эти Нюансы Не Использовать Если Не Внедрять Свои Персонажи Если Их Не Анимировать То Персонаж Будет Картонным Он Будет Неправдоподобным Потому Что Когда Ты Смотришь На Персонажа Ты Подмечаешь Отсутствие Чего-то Или Наличие Чего-то Чаще Всего Все Вот Эти Нюансы Они Проходят Мимо Основной Коры Головного Мозга Но При этом Они Где-то Там Застревают И Выдают Какой-то Краситель Того Что Ты Видишь Что Персонаж Когда Поднимает Руку У него Плечо Не шевелится Ты Знаешь Ага У него Значит Там Вешалка Под Пиджаком Потому Что Плечо Не Двигается Или У него Сломался Плечевой Сустав Потому Что Он Поднял Руку А Плечо Не Шевелится Вот Такие Микро Вещи Я Уже Про Это Говорил Вчера Но Еще Расскажу Они Всегда Играют Они Всегда Привносят Кусочек Дегтя В бочку Меда Которая Анимационная Все Красиво Арки У нас Есть Тайминг Спейсинг Какие-то Еще Непонятные Слова А Плечико Мы Сломали Или Когда Сейчас Я Специально По Просьбе Вчерашние Я Сломаю Себе Шею Потому Что Я Пообещал Не Сломал Когда Персонаж Шею Наклоняет Человек У всех Суставов Подвижность Разная Она Ограничена Когда Ты Крутишь Рик Ты Можешь Хоть На 180 градусов Голову Повернуть Но Это Будет Нечестно Неправдоподобно И Не Похоже На То Как Делается В Жизни Потому Что Мы Все Утрированная Персонаж Шесть Ног Три Ног Симметрично Несимметрично Мы Все равно Проецируем Наше Восприятие Людей Мы Всегда Ждем Что Утрированный Персонаж Будет Двигаться По Каким Законам Мира Которым Мы Привыкли Которые Мы Не Можем Выразить Словами Но При Этому Они Все равно Есть Если Отпустить Бумажку Она Полетит Вниз При Этому Динамики Я В Принципе Могу Понять Почему Но Я Не Смогу Это Объяснить Долго Считать Придется Но При Этому Я Знаю Что Если Бумажка Просто Упадет Вниз Значит Какая Это Фигня Какая Подстава А Если Она Вот Летит Значит Все Бумажка Я Верю Представить Как Эта Бумажка Летит Можно Нарисовать Это Тоже Можно Можно Сделать Десять Тысяч Версий Полета Этой Бумажки И Вот Так По Кругу Пустить Зигзаг Сделать Потрать Кучу Времени И Чего Достичь А Можно Взять Бумажку Перед Камерой Бросить И Посмотреть Как Она Летит А Потом Не Скопировать А Просто Понять Что Когда Она Поворачивается Ее Куда Уводит В Сторон Давай Сейчас Я Сделаю Прикольную Траекторию Но В Соответствии С Некими Законами Мира Сыграть По Правилам Игры Которые Уже Есть Которые Нельзя Менять Но При Этом Сделать Что То Своё С Видеореференсами Для Анимационных Персонажей Именно Для Персонажки Абсолютно То же Самое Мы Знаем Некие Правила Игры По Которым Мы Играем Правила Игры На планете Где Нет Хоккея Но Есть Футбол В этом Плане Очень Полезно Какие Отловить Моменты Как Там Шевелится Палец Насколько Сгибается Фаланга Пальца Можно Представить Можно Посмотреть На руку Можно Перед Зеркалом Можно Представить Можно Нарисовать Это Силуэт Руки И Остальное Можно Снять Какие Движения И Потом Поймать Какой Маленький Кусочек Который Потом Использовать Есть Acting Choices Это Дурацкая Фраза По-английски Перевести Можно Как Выбор Действия Если В лоб Актерская Игра Можно Отыграть Одно И то же Событие Абсолютно По-разному Расставить По-разному Акценты Внутри События Я имею Ввиду Анимационную Артикуляцию Жест И так Далее Можно Даже Имея Уже Записанный Финальный Звук В котором Есть Акценты Фонетические На определенные Фразы Которые Сто процентов Читаются И которые Надо В анимации Поймать И усилить А не Проигнорировать Все равно Можно Отыграть По-разному Персонажу Можно Я сейчас Буду Утрировать С левой Ноги Пойти С правой Ноги Пойти Можно В одну Сторону Наклониться Можно Не наклониться И Все Микродвижения Работа С силуэтом И так далее Даже если Есть Стариборд Очень плотный Все равно Они будут Играть Как-то На персонажа И Перевести 10 альбомов Рисуя Разные Варианты Силуэтов Разные Варианты Действия Это Да Это Вариант Это Настоящий Художник Сделает Так Он Нарисует Кучу Всего А потом Что-то Выберет А можно Попробовать Отыграть Этого Персонажа Вот Просто Покривляться Перед Камерой Попробовать Прожить Его 2-3 Секунды Попробовать Прожить По-разному Подурачиться Скучно Сделать Попробовать Вжиться В персонажа Попробовать Наоборот Вжиться Не в персонажа А Думать О чем-то После Этого Наснимать Там 20 минут Вот Этого Кривляния Отсмотреть И окажется Что Опа А на Десятой Минутке Очень прикольно Рука Пошла Смотри Какой Интересный Жест Получился Я Конечно Хотел Почесаться Но При этом Он Такой Прикольный Что Я Использую Этот Жест Для Того Чтобы Показать Как Персонаж Волнуется Какой То Вот Это Все Можно Отловить Это Можно Придумать Это Можно Увидеть В метро Это Можно Увидеть В матрице Я Не знаю Где-то Еще А Можно Самому Все Это Сделать После Того Как Набирается Такой Пакет Мусора Визуального Когда Он Каким То Образом Отфильтровался Мы Выкинули Не Нужное Оставили То Что Нужное Можно Сдел Тонейлы Уже Посмотрев Куски Видео Посмотрев Какие-то Актерские Какие-то Решения С точки Зрения Игры Попробовать Сделать Тонейлы Если Ты Умеешь Я Не Умею Поэтому Мне Мало Знаком Но Тем Не Менее Я Знаю Что Люди Которые Хорошо Рисуют Они Всегда Зарисовывают Свои Действия Вот Такая штука Я Не Актер Я Уже Начал Говорить Что Во-первых Когда Ты Перед Камерой Что-то Делаешь Вживаешься В роль Ты Сам Себя Раскрепощаешь Актер Ты Не Актер Кому Какое Дело Победить Внутреннюю Скованность На самом Деле Это Очень Полезно Вы Все Рано Вы Как Аниматор Вы Не Только Люди Которые Двигают Контроль Которые Считают Плейбластик И Все Через Себя Пропускаешь И Пытаешься Понять Как И Что Будет Происходить Не Просто Сделал Цикл Ходьбы И Нажал На Кнопку Я В Идеале Бывают Разные Ситуации Бывают Просто Ну Окей Я Буду Делать Свинку Бывает И Такое А Бывает Когда Живешь И Вся Актерская Мишура Которая Мхат На Сам Деле Это Очень Полезно Не Просто Так В Хороших Анимационных Студиях Хорошие Люди Которые Стоят У руля Этих Хороших Анимационных Студий Устраивают И Наброски Для Аниматоров И Курсы Актерского Мастерства У нас Долгое Время Шли На Курсы Актерского Мастерства К нам Приезжал Театральный Режиссер Очень Хороший Такой Известный Его имя Настолько Известно Что Я не буду Упоминать Вот Но Тем не менее Он приезжал Он Учил Наших Аниматоров Жить На сцене То есть Он Учил Выплеснуть Из себя Как Правильно Подать Персонажа Как Показать Утюг Как Показать Зайчика Мы Ржали Было Смешно Все Стеснялись Все Были Зажаты На самом деле Это Очень Помогает Когда Ты Не Стесняешься Сам Выплеснуть Все Это Как Ты Отыграть Необязательно Это Делать Вот Сейчас Я Выйду И Начну Показывать Столик Как Я Представляю Столик Я В принципе Могу Но Не Буду Я Стесняюсь Но Если Мне Надо Будет Это Живой Столик То Я Где То Там Запрусь В Туалете Поставлю Свой Телефон Куда Нибудь На рулон Туалетной Бумаги И Начну Ходить На Карачках Потому Что Я Корму Или Не Заносят Такие Вещи Которые С одной Стороны Можно Представить А Можно Попробовать Прожить И Может Что Я Найду Хитрую Фишечку Которую Потом Я Анимирую На Стол И Вставлю В Конечном Итоге Про Механику Тела Я Уже Говорил Что Когда Вы Смотрите Все Отснятые Видюшечки Или Скачанные Или Предоставленные Часто Бывает Что Уже Сразу Вместе С пакетом Информации По Шотам Вам Дают Какие-то Референции Анимационные Я хочу Чтобы Этот персонаж Двигался И улыбался Как Роберт Де Ниро У нас Такое Было На проекте У нас Есть Персонаж Очень Веселый Утка Как ни Странно Но Режиссер Хотел Я хочу Чтобы Это Был Роберт Де Ниро Роберта Де Ниро Нам Подцепить Не удалось На озвучку По графикам Немножко Передим Не пересеклись Поэтому Он сказал Ребят Я очень Хотел Вам Озвучить Вашу Утку Но Извините У меня Ёлки Мы Сказали Окей Поэтому У нас Другой Актер Озвучивал Роберта Де Ниро Но При этом Что-то Похожее Реголс Читается Но Персонаж Все равно Режиссер Очень Хотел Чтобы Читалось Ну Да Роберт Де Ниро И вот Мы Когда Думали Что Такой Роберт Что Такой Роберт Де Ниро Смотрели Фотки Смотрели Видео И Нашлась Одна Очень Хитрая Штука Которая Дает Ощущение Роберта Де Ниро Это Опущенные Уголки Рта Придумай Такое Полежишь Смотреть Фотографики Полежишь Смотреть Фильмы И Увидишь Что У него Очень Специфическая Ухмылка Он Всегда Опущенный Уголки Рта И Улыбка Не Улыбка Так же Как Шварценеггер Фирменное Выражение Лица Кого-то Еще Фирменный Жест Вот Эти Все Вещи Они Просто Так Ниоткуда Не Возьмутся Их Надо Подсмотреть Отловить И Украсть И Внедрить Вот По поводу Эктин Чайз Всегда Полезно Продумывать Все Свои Действия Которые Вы Будете Совершать В Стариборде Допустим Может быть Я Сижу Вот Так Я Взял Водичку И Попил А Какой Рукой Я Возьму Это Режиссер Это Не Волнует Абсолютно Он Хочет Чтобы Персонаж Попил Воды Старибордист Нарисовал Там Взял Левой Рукой Ну Потому Что Художник Левша Он По силуэту Нарисовал Так Лев Привычно А А персонаж У нас Правша А потом Это Каким-то Образом Сыграет Я Сейчас Утрирую Это Левша Правша Там Могут Быть Другие События Которые Потом Окажутся Что Не Очень Хорошо И Придется Переделывать Поэтому Когда Снимаешь Все Те Самые Видеореференции Я Вот Так Взял Его Вот Так Взял Его Я Потом Смотрю Видео И Думаю Если Я Беру Так Я Куда Наклонился У У Нас Риг Не Очень Хороший Поэтому У Него Ломается Спина Нет Я Так Делать Не Буду Возьму Вот Так У У Неб Тело Неподвижное Или К примеру Хрен С ним С Ригом Просто Я Не Хочу Рушить Силуэт Если Я Тянусь Вот Так У Меня Лишние Движения В Катре Будем Которое Не Нужно Потому Что Здесь У Нас Какое То Идет Плато По Действию Для Того Чтобы Был Контраст Перед Каким То Событием Поэтому Я Беру И Вот Так Делаю Да Потому Что Будет Если Я Буду Делать Вот Так То Эффект Совсем Другой И Он Наверняка Будет Не Тот Который Нужен Режиссер Что Что Это Кажется Вот Многие Думают Что Утрирование Анимации Утрированная Анимация На Каких То Стилизованных Персонансах Это Штука Такая Которая Несовместима С Видеореференциями Вообще Да Вот Если Я Анимирую Какого-то Кролика Весь Вот Шевелящийся То Мне Не Получится Его Отыграть Потому Что Он Движется По Другим Законам Потому Что Он Движется По Законам Я Не Знаю Луни Тюнс В Которых Персонажи Могут Резко Смещаться Куда Без веса Без массы И Двигаются Какими-то Странными Арками Для Человека Немного Странными Еще У него Уши Но При Этом Я Могу Попытаться Отыграть Эту Персонажу И Забить На Тайминг Забить На Спейсинг Попытаться Сделать Эту Арку Повторить Быстро Я Не могу Сделать Она Как Это Непонятная Но Если Я Буду Вот Так Вот Делать Вот Которая Мне Требуется И Потом Я Каким-то Образом Это Все Буду Использовать Я Дальше Когда У нас Будет Практическая Часть Я Покажу Каким Образом Можно Будет Используя Видео Снятое Там На Котором Снят Реальный Живой Человек Попробовать Сделать Из него Мультяшку Не С точки Зрения Удлинить Ему Коленки Сделать Длинные Ноги И Огромадные Стопы На самом Деле Фигня Это Ни к чему Не приведет Все эти попытки Исказить Силуэт А Именно С точки Зрения Тайминга И Действия Внутри Кадра Я Покажу Как Можно Использовать Это Все Есть Ли Какие-то Принципы Как Удлить Чтобы Не Поломать Все-таки Осталось Это Именно Поковка Девочки А не То Что Стирает Моги Ну Тут Конечно Во-первых Нужна Некоторая Чуйка Ну Я не знаю Как это Назвать Еще Надо Понимать Движение Надо Понимать Вот Это Все И Плюс Некое Налет Здравого Смысла Все-таки Должен быть Для того Чтобы Утрировать То Как Колено Знаете У девочек У хрупких Женщин Часто Бывает Что Локоть Может Немножко В другую Сторону Согнуться Или Коленочки Выгнуться Не туда Я Новых Людей Чисто Теоретически Это Можно Использовать Как Ники Для Утрирования Но При этом Сгибать Под 90 градусов Локоть Не стоит Потому Что Опять же Все эти Штуки То Что Вы Утрируете Более Широкую Арку Сделать Движение Головы Сделать С большим Захлестом Чем У Человека У Живого То Это Все Оно Играет Когда Оно Допустим На грани Есть Некий Предел Выше Которого Не стоит Делать Потому Что Это Кажется Неправильным Хорошо Если Я Бутылочку С водой С собой Заберу После Мастер Класса Вроде Не Очень Хорошо А Вроде Я Вроде Выступал Мне Можно Я Утрирую Все Рано Это Некое Собственное Восприятие Того Что Ты Делаешь И Пропущенный Через Призму Образование Опять же Художник Будет Смотреть Вашу Работу Злобный Супервайзер Режиссер Он Тоже Как-то Это Видит Это Утрирование И Все Равно Что Что Умное Скажет И Вообще В принципе Все Это Искусство Которое У нас Анимация Все Рано Некое Заимствование Чего Не Явное Заимствование Или Явное Черный Квадрат Я нарисовал Еще Один Сказал Вот Меня Вдохновил Малевич Или Вот Мы делали Наш мультфильм Про уток Вдохновляясь И нам Прямо Вбивали Гвоздь В голову Что Мы Хотим Чтобы Было Похоже На Луни Тюнс По духу При этом Луни Тюнс Это Серия Мультфильмов 2D Мультфильмов Которые Как бы Они В одной Плоскости Все Сняты Это Рисованные Мультфильмы У нас 3D Мультфильм Но при этом Мы так же Смотрели И пытались Отловить Что-то Какие-то Вещи Которые Дают То Ощущение Какие-то Игра С таймингом Какие-то Большие Преувеличенные Арки Какие-то Резкие Остановки Персонажи Больше Веса Меньше Веса И пытались Это Как-то Все Использовать В 3D Пространстве Все равно И мы Утрировали Что-то У нас Персонажи Поэтому Сделайте Кролика Который Идет Как Слон Утрируйте Это Пробы И ошибки Какие-то Все Давайте Тогда Сейчас Я И потом Его Обработать В любой Программе Видеомонтажа Между Премьер Final Cut Что угодно Какое угодно Что у вас есть В принципе У вас Должен быть Как настольный Набор Юного Аниматора Это Фотошоп Чтобы Рисовать Что-то Это 3D Пакет И пакет Для работы С видео Потому что Даже Те же самые Туннейлы Собрать В аниматик Себе Самому Чтобы Поиграться С таймингом Это Очень-очень Полезно Так Сейчас Я вам покажу Просто Вот кусочки Видео Которые Мы А Ладно Вот это Вот Это наш Замечательный Аниматор Студийный Он уже На студии Мы его Никуда не отпускаем Вот Я просто Попросил Попробуй Подвигаться Как мультяшка Вот Предположи Что Тебе надо Пересечь От одной линии До другой Вот что он Сделал Ну Он ходил На актерские курсы Поэтому он Старался Утрировать Да Там Но Как бы Мультяшки Не получилось Да Ну Нифига Но Это чувак Который Двигается Как Непонятно Кто При этом Как бы В этом Видео В качестве Ну Я его В качестве Примера Использую Все равно Есть Какие-то Интересные штуки Интересные силуэты Интересные позы Какие-то Интересные вещи Которые За которые Можно зацепиться Причем Когда вы снимаете Себе Видеореференции Не обязательно Снимать Видео С того ракурса С которого У вас Есть Там 3D камеры Потому что Это тоже полезно Да Когда вы работаете На силуэт Когда вы пытаетесь Сами отыграть По силуэту Это да Имеет смысл Если вы пытаетесь Отловить Какие-то Нюансы Движения Но Нюансы игры То лучше снимать Какой-то общий план Там С какого-то С какого-то Другого ракурса Для того Чтобы просто Понимать Как двигается Тело в пространстве Так вот Если бы у нас Было чуть больше Времени То Я бы вам Показал Как можно Из того Видео Которое Было Изготовлено Снято Изготовить что-то Поиграться С таймингом Поиграться С событийной Цепью И сделать Что-то Вот такое Это уже Можно использовать В работе Я здесь Очень много Всего Выкинул Я Отловил Все компоновки Ключевые позы Потому что Работа с видеореференциями Это то же самое Что когда вы делаете Стариборд Когда вы делаете Аниматик Здесь те же самые Ключевые позы Те же самые Брейкдауны Те же самые Инбитвин Что Что Здесь как раз Я отловил Интересные Мне Ключевые позы И поигрался И поигрался С тайминга Причем так Хорошо Поигрался Сейчас я даже Еще один вариант Покажу Вот Снятое Это видео Оно Дает возможность Порулить Вот уже тайминг Мультяшный И уже это можно Использовать Каким то образом Я поймал Интересную мне Позу По силуэту Которую Я На которой Я сделал Акцент Я Сделал паузы Добавил Контраста В его движение То есть Это уже Можно использовать Это Такой пример Который Читабельный Но то же самое Можно сделать С любыми Другими Действиями Вот Было очень приятно Показать вам Как я умею работать В Adobe Premiere Но